В 1992 году астрономы заметили один астероид, который приблизился к Земле на очень опасно близкое расстояние. Следующий пик приходится на 2126 год. Этот астероид был настолько большим, что если бы он столкнулся с Землей, то жизнь на Земле непременно завершилась бы. В общем, этот астероид имел очень тревожную вероятность столкнуться с Землей, и поэтому было сделано много выступлений в СМИ. Многие люди были озабочены этим. Вы можете навести справки для себя. Называется этот астероид комета Суифта-Тутля, и она по-прежнему на орбите и направляется на нас. Астрономы описали этот астероид как самый опасный объект, известный человечеству. Но уже не стоит волноваться, так как это было замечено около 30 лет назад. И с тех пор они делают новые вычисления относительно будущих наблюдений. Так они установили, что данный астероид более не представляет угрозу в обозримом будущем. Но я хочу сказать, что тогда, когда было объявлено о возможном столкновении, я уверен, что были люди, которые сказали «это всё, всё, это конец». В 2126 году наступит конец этому миру. Это просто удивительно, когда вы задумываетесь об этом. Взгляните на историю. Сколько групп и сколько людей предсказали конец света. Был Нострадамус. Был также Джерри Фалуэлл, восторженно говоривший о наступлении времени конца света. Была Ванга. И они, кстати, ставили конкретные даты. А в недавнем прошлом мы были свидетелями проблемы 2000 года и всех опасений. Некоторые люди указывают на календарь мая 2012 года. И, конечно же, в наше время, когда мир столкнулся с этим вирусом. Очевидно, что все они неправильные. А люди очарованно, концом света. Такое имело место и во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда один человек пришел к пророку, алейхи салляту вассалям, и спросил «Когда наступит последний час?». На что пророк, алейхи салляту вассалям, сказал «А что ты приготовил для этого?». То есть здесь сам пророк, алейхи салляту вассалям, говорит нам «Не стоит так волноваться относительно наступления конца света. Позаботьтесь о том, что вы приготовили для него». Он индивидуализировал это, сказав этому человеку, «Что ты приготовил для последнего часа?». Почему так? Мы настолько поглощены всеми этими теориями, утверждениями и разговорами о времени наступления конца света, что порой мы забываем о том, что реальный конец света для каждого из нас – это наша собственная смерть. Так мы становимся беспечными перед неизбежностью смерти. Поэтому нашей задачей является помнить об этом. И мы ведь видим это каждый день в новостях или же сами испытываем потерю близкого человека, возможно, молодого. Вы видите в новостях, как люди разного возраста, молодые и старые, умирают внезапно. Но все же мы забываем, что смерть может наступить в любой момент для каждого из нас. Знаете ли вы, что свыше 150 тысяч человек умирает ежедневно? Возможно, сегодня моя очередь, а возможно и ваша очередь. А может завтра или на следующей неделе? Мы не знаем. Поэтому нашей задачей является не быть беспечными относительно смерти.